Здравствуйте дорогие друзья, с вами снова фирма Петерсон и я Эдвард Петер, несмотря на воскресенье, несмотря на то, что у нас 7 часов утра. Дело в том, что я вчера, я вам говорил, что я просматриваю всегда какие-то сайты, какие-то галереи и так далее, и я наткнулся на подсолнух, снятый абсолютно на черном фоне, и мне это понравилось, и мне это захотелось тоже сделать. И так, чтобы это было быстро, хорошо и без фотошопа. И, знаете, я покупал три подсолнуха, думаю, один надо принести в жертву, потому что его пушистость, она как бы мешала листвы. Пришлось ободрать, ну давайте я вам сейчас покажу, пожертвовать красным цветочком. Ну ничего, вот, то есть я удалил листу, вон он валяется, и поставил сзади со своим тубусом, вот он меня выручает. Я хочу, по идее, чтобы у меня свет пошел вот только сюда, вот здесь, то есть осветил эту часть, просветил листочки, что и ценно. И вот, видите, у нас стрип стоит у меня, да, и зажатый прищепкой. Для чего? Ну для того, чтобы вот эту часть только подсветить, ну или в коем случае не пересветить, или не дать такой, ну такой мягкий, полумягкий, даже не знаю, как сказать, ленивый такой свет, да. Ну я хочу просто, чтобы он осветился и все. Сзади поставил черный пенопласт, как можно дальше его отнес, и я надеюсь, что это позволит мне снять без фотошопа. А я вам говорил, что, будучи хорошим фотографом, надо сначала стремиться снять, возможно, все с помощью камеры и с тем светом, который у вас есть. И только тогда, когда у вас исчерпались все возможности, да, и только тогда, когда ваш заказчик платит мало, а требует много, там можно пойти в фотошоп. И тем более, что мы сейчас делаем фотошоп для продолжателей, он стартовал, и многие мне задают вопрос, а куда посылать? Ну я понимаю, люди новые пришли, да, хотят поучаствовать, ради бога. Вот здесь сейчас покажу строку. И потом, может быть, во втором я тоже еще раз уточню, ну, а постоянно, говорит, присылать туда-туда, ну, ребят, ну. Ну, хорошо, давайте мы сейчас, я планирую несколько сделать различных ракурсов, да, и вот это первый. Сейчас мы его настроим. Вот так. И сфотографируем. Вот и все. Раз, два, готово. То, что я как раз и хотел. Обратите внимание, что вот эта правая сторона от вас, она освещена, но не перебивает вот тот луч света в темном царстве. Хорошо. Это получили. И теперь мы можем подумать о том, как еще его снять. Потому что три-четыре снимка я хочу отправить на сток. Ну, а теперь давайте мы снимем наш цветочек в профиль. Для этого я сейчас сместил. И покажу поближе. И покажу поближе. Смыс-три зажатый. Вот сюда. Потому что я хочу, чтобы осветились вот эти части. А тубус, благодаря его сантехнике, так мне нравится, и линзе, я направил точно вот в центр. И сейчас должно получиться то, что должно получиться. То есть, вид, в профиль. Вот так. Фотографируем. Это то, что я и хотел. То есть, вот просто вот так и хорошо освещено. Сзади структура видна. Все отлично. Так я его и оставлю. Ну, а теперь давайте мы фас снимем. Мы в профиль сняли, в три-четверти сняли. Если уж делать портрет, то фас там. Сам бог верят, вдруг на паспорт надо. Биометрический. Итак. Тубус по-прежнему с насадкой сантехнической бьет вот сюда. И освещает заодно вот эту часть подсолнушка. То есть, вправо, влево стучит, вправо подсвечивает. И немножко дает подсветку зажатой прищепкой стрип. Так. Ну что, поехали. Ну, вот это то, что нужно было. Прямо так из темноты вышел. Красота. Давайте посмотрим все теперь. То есть, вот первый у нас был. Вот второй. И вот последний. Третий. Вот такие тюдики с утра. То есть, как говорил кто-то из великих, не дня без строчки, я не дня без фоточки. Ну, все. Сегодня у меня тоже приезжают гости. И мне надо тут навести порядок. Увидеть, что у меня так вот все ко дном. Потому что убираться некогда. Быстрее, быстрее. Давай, давай. Итак. Я желаю вам остатка хорошего выходных. Всего доброго. Пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...